Мы 16 декабря запустили и стартовал конкурс «Мелитополь-Новоричный». В этом году, как я уже обозначала прошлый раз, он проходит на платформе Facebook в группе «Конкурс «Мелитополь-Новоричный». И все желающие могли разместить и размещать там фотографии о новогоднем настроении, украшая придомовые территории, украшая фасады наших территорий, вернее, наших коммунальных предприятий, державных установок, коммерческих, коммерческих бизнесов. А также нашу, впервые мы такой конкурс проводим, это «Домашняя елка». Такой конкурс, в котором была и такая категория. Холосование открытое по количеству лайков, оказался очень таким конкурсом активным. Мы на сегодняшний день имеем более 800 уже участников в Facebook, очень много именно «Домашняя елка», даже с видео сопровождением. Поэтому такая вот большая просьба была от наших жителей, конкурс должен был закончиться сегодня, но, учитывая такое большое желание поучаствовать, мы решили дать возможность еще в выходные дни, которые будут у нас с 25 по 27, еще дать возможность для того, чтобы выставить свои елочки, возможно, кто-то не украсил, или в процессе украшения территории или елочки. И до 27 декабря мы продлеваем этот конкурс. А с 28 декабря у нас будет подведенный итог, и уже 31 числа мы наградим наших победителей. На площадь? Мы сейчас думаем, как это лучше сделать, потому что на сегодняшний день все-таки ограничительные мероприятия в части карантина, они существуют, поэтому мы подумаем, как это лучше сделать. Посоветуем с нашей комиссией и решим. Поэтому вот такая у нас информация, которая... А комиссия уже решила, какие подарки? Мы еще пока не анонсировали подарки, мы когда будем подводить конкурс, и то есть 28 числа, тогда и решим окончательно по подаркам. Рабочая группа будет заседать один раз. Чтобы не заседать несколько раз, все-таки мы придерживаемся карантинных мероприятий, и мы решили, что мы один раз будем заседать. Продолжение следует...